Четвертая ТЭЦ, которую построят на месте нынешней первой, заработает в 2024 году. Ее появление решит сразу несколько проблем, улучшит экологию в индустриальном районе и заменит изношенное оборудование. На месте будущего объекта побывал Михаил Дегтярев. Подробности далее. Это будет основной корпус главный. Дальше будет у нас еще по технологии отдельный корпус, который будет давать тепло. Это пять котлов, которые будут делать 900 гилкалорий. ТЭЦ-4 появится на месте первой ТЭЦ. Она будет состоять из четырех энергоблоков. Увеличится ее электрическая мощность, а тепловая составит около 1400 гигакалорий в час. Этого хватило бы почти на полгорода. Основным топливом станет газ. Это и экономно, и экологично. Довольно низкие трубы. Хабаровская ТЭЦ-1. Жители, естественно, вжаловались постоянно на угольную пыль, которые эти вопросы решаются. Как сообщили главе края, проект новой ТЭЦ готов. Участок под нее выделен. Трудиться на готовом объекте будут нынешние сотрудники ТЭЦ-1. Во время визита Михаила Дегтярева они задали волнующие их вопросы. На пятой площадке живу. И вопрос, будет ли облагораживаться. У нас много парков. Многие заброшенные просто. Городская среда комфортная. Это вообще святое. Поэтому мы с мэром, с Кровчуком на эту тему поговорим отдельно. Потому что внимание, конечно, идет основное к центру города. Но это не очень правильно. В Рио губернатор обсудил с коллективом и другие вопросы. Подключение дальневосточных гектаров к электричеству. А также модернизацию спортивных объектов в Хабаровске. Вопрос стадионов. Вот энергетик. Значит, слышалось, что здесь планируется плавательный комплекс какой-то строиться. Ну, это правда. Мы не можем деньги выделить, пока нет проекта. Вы как инженеры это понимаете прекрасно. Поэтому мы с Сергеем Анатольевичем эту тему продвигаем. Мы поможем. Проект «Новый ТЭЦ» уже готов. К строительству планируют приступить в 2021 году. Работы обойдутся в 57 миллиардов рублей. Самое главное. Ждали мы долго. ТЭЦ-4. Двинулась. Я думаю, это перспектива. Коллектив здесь очень сильный. На новый ТЭЦ ждете? Ну, это сказка будет. Профессиональная. На них надежда большая. Яна Коробицына, Полина Овчаренко. Смотри, Хабаровск. Добавим, что фактическая тепловая мощность нынешней ТЭЦ-1 примерно в полтора раза меньше, чем у планируемой ТЭЦ-4. И 7 из 16 правых котлов имеют наработку, значительно превышающую допустимый ресурс.